здарова тебе мой дорогой друг и сегодня у меня будет полезный ролик сегодня я покажу тебе как установить вот такую алмазную чашку с диаметром 30 по моему 30 миллиметров или 30 32 миллиметра на вот такой вот стандартный стандартная точила посадочная у нас здесь так 32 а здесь у нас посадочная замеряем здесь у нас посадочная 12 миллиметров и так что же делать как быть мне очень нужна эта чашка но блины бежать какому-нибудь токарю либо еще что-то это напряжено потому что мне нет знакомых токарей а где их искать с это геморрой и да это нам дорого будет поэтому сложно а чашка мне нужно чтобы подправлять токарные резцы они очень хорошо будут правиться на этой чашечке ну и так далее и тому подобное очень много режущего инструмент который можно подправить а то и заточить на данной алмазной чашки и так что я придумал я придумал брать вот такую холодную сварку точнее как придумал опять же посмотрелся в интернете и решил сделать по-своему уже видео которое нашел товарищ делал из полиморфуса по моему это мягкий пластик такой который твердеет со временем вот я решил сделать из холодной сварки или эпоксидного клея пластилина он называется вот такой вот есть контактный что мы будем делать мы будем сейчас раскатывать сейчас я разомну дальше единую массу мы будем раскатывать в полоски и накладывать 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 ждать когда подстынет стачивать немножечко напильником выравнивать да и естественно прикладывать нашу чашку это займет у меня наверное какой то может быть часа может быть полтора ну а для вас то пролетит очень быстро я примерно покажу первый раз как я буду делать слой а потом уже перенесемся непосредственно в конец ну и да как и сказал вот у меня вот клей эпоксидный пластилин его нужно перемешать потому что внутри у него было белый белый стержень снаружи черный вот сейчас нужно перемешать то получилось единая серая масса достаточно на самом деле геморройная штука и лучше использовать перчатки потому что потом руки сильно липнуть потому что все равно и пахнет эпоксидным каким-то запахом эпоксидной смолы и все равно на основе смолы так что лучше используйте перчатки и так у нас уже получается вот такая вот серая масса сейчас мы берем отрываем одну часть ну естественно раскатываем как пластилин размять руками все равно вы это будете стачивать попробуем плотненько-плотненько прижимаем ну и так вот с натяжкой перчатках это сделать достаточно сложно много убираем с резьбы чтобы до резьба оставалась ну и так естественно до наших заветных 32 миллиметров вернемся когда уже на объем полностью чтобы подсточку так спустя полтора тюбика вот этой вот клея пластилина мы сделали вот такой вот бабушку естественно как и сказал надо работать в перчатках исключительно потому что это очень липкая штука на основе эпоксидной смолы воняет примерно также поэтому лучше лишний раз не давайте доступ кожи в смоле сейчас оставляем подсохнуть потому что уже у нас она имеет примерный диаметр посадочная уже даже слегка больше поэтому можно попробовать просто чисто для визуала создать реальный размер вот я придавил будущее так сказать будущую наметку и уже по ней будем тогда подтачивать слегка сажать нашу чашку будем сажать фланец и гайка подождем пока высохнет и да для всех капитанов очевидностей это не разборная будет так сказать втулка то есть она останется на валу навсегда но у меня есть второе точило вот оно большое сзади меня я его использую там как бы с камнями а это точило старое и на него я хочу как раз камни более мелкой зернистости вот он такой оксид алюминия тоненький совсем и вот здесь будет стоять соответственно алмазная чаша поэтому меня это вообще не парит да и на крайняк вот такое маленькое точило стоит около полутора тысяч рублей от полутора до двух тысяч рублей поэтому это не так страшно и добавлю а вот найти в продаже процесс проставку получается с 32 до 12 вообще нет я не нашел я перерыл весь интернет и как бы ну вот в прямом доступе такого нет может быть где-то в каких-то специализированных узких магазинах которых надо ехать непосредственно куда то тогда там можно и можно быть найти но вот типа купить онлайн я не нашел ничего увы но нашел такой способ я думаю он будет вполне рабочий ну что же у нас прошло пару часов и наш пластилин эпоксидный пластилин застыл сейчас это выглядит вот так чтобы не быть голословным этого еще полчаса и он будет как камень поэтому есть возможность слегка его подравнять чтобы села наша чашка равнять буду с помощью напильника возможно возьму какой-то резец по дереву ненужный потом переточен на этой же чашки ну естественно защищаю органы дыхания вот так это смешно выглядит но здесь я по фильтр поэтому везде идеально прилегает к моему жирному лицу поэтому все норм работа вот такая вот нудная примеряем целом сейчас надо сделать небольшую проточку дальше уже можно будет не мучиться итак вот так выглядит наш наша проставка я убрал лишнее что здесь был наплыв чтобы фланец нормально вставал на чашку прижимал чашка встает очень очень плотно нет никаких биений сейчас прижмем и соответственно вот она вот так у нас встает прижимается попробуем закрутим как таковых биений практически нет возможно если что то есть то она даже незаметно глазу итак вот таким вот простым и нехитрым образом можно поставить вот такую-то алмазную чашку которая имеет больше диаметра посадочного вала на обычный заточной станок бытовой в любом случае мы еще сейчас установим на данный станочек вот такой вот оксида алюминиевый диск оксид алюминия насколько я понимаю называется вот сначала будем точить на нем вот допустим вот такой вот рейер выводить кромку на нем а потом уже будем доводить непосредственно на алмазе будем учиться будем смотреть я надеюсь что все таки мои наконец-то резцы станут нормальными и не топорными в любом случае они очень тупится быстро поэтому будем развиваться и смотреть а я показал он офигенный рабочий способ пользуйтесь и пока